Приветствую вас, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Илохов. Я являюсь директором Института пассивного дома «Россия». Представьте термос. Это замкнутая герметичная оболочка с высокой эффективной теплоизоляцией. Примерно то же самое мы делаем с зданием. Чтобы сократить его потребление, мы делаем замкнутую герметичную воздухонепроницаемую оболочку. Максимально утепляем это здание, чтобы снизить потери. Дополнительно к этому необходимо еще добавить систему вентиляции с рекуперацией тепла. И чтобы максимально использовать наружные теплопоступления от солнечной радиации, правильно сориентировать это здание. Обычно это южное направление. Расход тепловой энергии на отопление для зданий в стандарте пассивного дома 15 кВт-ч на метр квадратный в год, либо меньше. То есть цифра не более 15 кВт-ч. Значит, если у нас здание площадью 100 метров квадратных, в год мы получаем 1500 кВт-ч. Если мы возьмем самый дорогой источник, например, электричество по 5 рублей за 1 кВт-ч, мы получим, что в год на отопление необходимо будет затратить 7500 рублей. На данный момент очень много пилотных проектов, которые используют стандарт пассивного дома, подходы и расчетные методики, и достигают порядка 30-25 кВт-ч на метр квадратный в год. То есть мы не упираемся в эту цифру, потому что в малоэтажном строительстве достигнуть это довольно сложно. То есть мы используем принципы пассивного дома. То есть если мы возьмем 30 кВт-ч, умножим на 100 метров квадратных, получим порядка 3000 кВт-ч. Используя самое дорогое, что может быть электричество, мы получаем 15 тысяч рублей в год. Все мы понимаем, что часто используется не электричество напрямую, можно использовать ночной тариф. Соответственно, это будет практически в 2,5-3 раза дешевле. Либо газ, тогда это будет порядка в 5 раз дешевле. То есть эти цифры будут совсем мизерные и по сравнению с обычными зданиями практически нулевые. Продолжение следует... Термоанимометр. Видим, что у нас программа определила в зеленом свете. То есть у нас все готово для начала измерения. Значит, на вентиляторе есть 3 насадки. На их самых больше. Значит, мы с вами оставим вот эти 3 насадки. То есть будем проверять на насадки С. Вот, если надо, значит с ними будем проверять на насадки Б. Для каждой насадки своя калибровка. То есть свой расход воздуха. И, соответственно, количество воздуха, которое может пропустить вентилятор. Начнем с насадки С. Вот, если надо, значит поменяем насадочку. В поиске утечек проще всего использовать термоанимометр. Это вот такая вещь. Значит, что здесь? Видите, показывает скорость ветра и температуру. То есть если я буду дуть, знаете, увеличится. Вот. Если никакого воздействия нет, значит он в нуле. Да, то есть, ну опять же, если тут люди ходят и так далее. То есть он чувствительный довольно, вот этот датчик. Видите, вот там внутри датчика. Видно? Вот он. Довольно чувствительный. Поэтому иногда нажимаем зеро, обнуляем. Почему свежо? Видите? 6. Когда приближается к 7 метрам в секунду, это, грубо говоря, улица. То есть здесь вот мы видим практически, какое-то сопротивление есть. Да, то есть, ну вот, в зависимости от того, как я тут буду крутить датчик. Ну вот, видите, больше 6 метров в секунду. Понятно, да? То есть это практически сквозная дырка. Опять же, сечение маленькое, но дует хорошо. Вот можно руку всем поставить ради интересного. Это окна вообще, оно все. Поэтому, вот видите, сюда все истекает, конденсация в том числе. Видите? То есть, поэтому здесь свежо. Прям чувствуется так. Свежий воздух. Воздухопроницаемость снижается в зависимости от толщины теплоизоляции. У нас вот здесь, на крыше, 60 сантиметров нераловатного утеплителя. И вот через неплотость мы видим, что у нас скорость больше 6 метров, почти 7 с лишним. То есть это практически улица. То есть по факту сопротивление ваты никакое. Поэтому не герметизированные здания, утепленные ватой, да, то есть никакого эффекта нормального не дают. При значительных перепадах. Почти 8 метров в секунду, видите? То есть вообще жуть. Мы закончили измерение на круиз-контроле. Среднее значение порядка 0,32-0,33, значение N50. Мы видим, что данное значение практически в два раза ниже, чем требует пассивный дом. То есть те неплотности, которые мы выявили, мы их устраним. Но по факту они очень слабо влияют на герметичность оболочки. То есть данная оболочка в данном здании выполнена довольно качественно. Очень часто к нам обращаются за экспертизой энергоэффективных объектов. То есть есть проектировщики, специалисты, которые нашли каких-то заказчиков. И заказчики хотят построить, запроектировать, построить энергоэффективный дом. Но у этих специалистов не хватает знаний, как это сделать. Сейчас разберем банальный пример, который часто нам приходится исправлять. В данном случае это нижний узел примыкания, окна. Вот кирпичная кладка, штукатурка. Здесь массивная теплоизоляция, порядка 20 см. Довольно хороший оконный профиль с неплохими характеристиками и очень хорошим стеклопакетом. Но очень слабый узел примыкания в нижней части. Какая здесь банальная ошибка? Во-первых, если мы говорим про энергоэффективные здания, надо выносить вот это окно в зону теплоизоляции. Потому что эффективное окно, эффективная теплоизоляция и этот контур должен замыкаться. Здесь мы видим, что замыкания нет. То есть окно монтируется в зоне кирпича с высокой теплопроводностью. Также использован очень слабый подставочный профиль. То есть здесь мало теплоизоляции. Вот здесь в данном случае пены. Сам подставочный профиль очень слабый. Что мы видим в результате расчетов? То есть если мы с вами вот этот узел в программе сделаем модель, мы можем получить результаты температурных полей и изотермы с температурами. Мы используем с вами наружную температуру минус 25 градусов, внутреннюю плюс 20. И видим, что вот в этой точке самая низкая температура порядка 9,3 градуса. Она ни о чем не говорит, если мы не знаем о последствиях, которые могут быть. 9,3 градуса это температура точки росы. То есть в данном случае здесь возникает обильная конденсация при низких температурах. Есть еще вторая температура. Составляет она 12,6 градусов. Это температура образования плесени. То есть в данном случае мы видим, что эта температура ниже, чем 12,6. Поэтому конденсация возможна, а где-то ее не будет. Но плесень будет образовываться активно и регулярно. Если мы говорим про стандарт пассивного дома, ни с зоны конденсации, ни плесени не должно быть. В данном случае мы можем с вами увидеть уже проработанный узел, где нет никаких проблем. Если заказчик, либо архитектор не хочет смещать, например, наше окно в зону теплоизоляции, это тоже возможно. Мы должны вот здесь дополнительно создать теплоизоляционный контур из экструзионного пенополистирола. Можно использовать теплый подставочный профиль. В данном случае мы с вами можем увидеть, что изотермы довольно хорошо замыкаются на слой теплоизоляции и, соответственно, теплый подставочный профиль. Температура минимальная на внутренней поверхности 16,1 градус. На остальных поверхностях она будет выше. То есть это самая низкая холодная температура при минус 25 градусах на улице. То есть мы видим, что ни росы, то есть конденсации, ни плесени не образуется. И внутри отапливаемой оболочки очень высокие комфортные условия. То есть нет никаких проблем, узел не разрушается, он долговечный и люди себя чувствуют комфортно, находясь рядом с этими окнами. У нас ничего не меняется, то есть у нас одинаковая толщина теплоизоляции. У нас одинаковое хорошее качественное окно со стеклопакетом, но слабый узел. Здесь мы видим, что холодный подставочный профиль и стандартный узел с пеной. Здесь мы видим дополнительные теплоизоляции из экструзии. Это стоит копейки. И единственное, что стоит, это вот теплый подставочный профиль. Но для данного окна это довольно небольшое удорожание. Порядка 300 рублей на такое окно будет вот это удорожание. Но мы видим, что кардинально меняется качество узла, снижаются теплопотери и повышается максимальный комфорт. Разбирая этот пример, мы понимаем, что проектировщики без опыта тратят лишние деньги заказчика, а получают негативный результат. Что такое качественное энергоэффективное окно? Рассмотрим пример. В первую очередь, это довольно широкий профиль с использованием внутри эффективной теплоизоляции. Использование трех контуров уплотнения. Раз, два, три. И использование эффективного стеклопакета с теплыми дистанционными рамками. Такое окно очень эффективное. Домовладелец будет доволен и всегда комфортные условия будут рядом с такими окнами. Российский аналог эффективной венту установки. В данном случае это компания Турков. Опять же, мы сняли фронтальную крышку и видим с вами трехступенчатый теплообменник. Опять же, есть фильтры, есть вентиляторы и довольно высокая эффективность самой венту установки. Сам корпус тоже в теплоизоляции. Сейчас есть более современные венту установки. Данную установку мы показываем, потому что очень удобно снимать фронтальную крышку и демонстрировать, как устроена сама венту установка и сам теплообменник. Здравствуйте, меня зовут Мироненко Петр. Я архитектор. У меня, собственно, мое собственное бюро. Молодое бюро. Делаем проекты. И, в общем-то, как-то так случилось, что мы 2015 года уже слышим что-то о пассивном доме, следим за их работой. И даже как-то привлекали для решения каких-то локальных задач. То есть они нам помогали как архитекторы обрешить какой-то узел, прочитать изотермы и дать рекомендации. И, ну, наконец-то, в 2019 году мы созрели и пришли на обучение. Вот, и, собственно, поняли на обучении, что даже то, что мы были знакомы с темой, мы, на самом деле, с ней были знакомы максимально поверхностно. Вот, и в процессе обучения вскрывается, что очень-очень-очень-очень много вещей, которые мы просто не знали, не учитывали в проектах. Вот, и, собственно, сейчас мы находимся в процессе обучения и надеемся, что, ну, в итоге этого обучения мы сможем первое поднять уровень наших проектов и начать строить, ну, по-настоящему качественно. Потому что мы понимаем, что в России есть такая ситуация, что никто, ну, практически никто из тех, кто есть на рынке, они не понимают, как строить. То есть понимания, как строить, нет ни у строителей, ни у архитекторов, ни у заказчиков тем более. Вот, и в итоге получается очень низкое качество стройки, все время проблемы. Вот, собственно, с института пассивного дома мы часто привлекали их на наиболее проблемные вещи. То есть в основном мы их привлекали, когда уже проблема случилась. Вот, и сейчас хочется прийти к тому, чтобы проблемы решались до того, как они случились. Вот для этого мы пришли на эти курсы. Приглашаем всех желающих на наши обучающие курсы. Специально для вас мы перевели обучающие курсы для проектировщиков и строителей на русский язык. Это международные курсы, в соответствии с которыми учатся все профессиональные проектировщики и строители во всем мире. И у вас есть возможность пройти обучение на русском языке. Дополнительно мы рассказываем о нашем российском опыте энергоэффективных объектов. И в том числе выезжаем на объекты, разбираем примеры и проводим показательные испытания на воздухопроницаемость. В рамках курсов вы пройдете все основные темы. Это и оболочка здания, теплоизоляционная оболочка, герметичная оболочка, оконные, дверные конструкции, вентиляция с рекуперацией типа вентиляции, системы отопления, горячее водоснабжение, холодоснабжение. И в том числе различные варианты использования альтернативных источников энергии. Продолжение следует...